всем привет по рецепту необходимо использовать сметану жирностью от 25 до 30 процентов у меня сметана 27 процентов для начала я начну ее взбивать на низких оборотах постепенно обороты увеличивая теперь я перемещу емкость на весы и буду понемногу добавлять сгущенное молоко продолжая взбивать на этом этапе видно что смесь стала достаточно жидкой теперь я подготовлю ваниль мне надо надрезать стручок и достать у него изнутри семена буквально вот так больше я думаю нам не потребуется добавлю малину и продолжу взбивать сначала на мелких оборотах и опять потом увеличиваю становится уже видно что масло начинает густеть думаю что взбивать уже достаточно теперь масса видно что увеличилась в объеме стала более воздушной это заслуга малины без кислоты такого бы не получилось поэтому делать одно сгущенное молоко со сметаной я бы не стала или добавлять лимонный сок или клубнику какие-то в общем такие фрукты или ягоды которые имеют кислоту теперь я буду перекладывать смесь в емкость для заморозки у меня это стеклянный контейнер в котором можно замораживать продукты я его аккуратненько разровняю для того чтобы уже замороженное мороженое имело красивый вид вот так выглядит будущее мороженое крупным планом у него хорошо видны кусочки свежей малины которых получилось достаточно много теперь отправлю в морозилку до полного застывания когда все застынет покажу вам что у нас получилось мороженое довольно таки трудно набирается поэтому ему необходимо дать какое-то время постоять при комнатной температуре и немного подтаяло тогда шарики будут проще формироваться вот такое домашнее мороженое у нас получилось по вкусу она напоминает очень йогуртное мороженое я советую попробовать готовится просто готовится легко получается вкусно большое спасибо за просмотр приятного аппетита живите вкусно